Вопросы внутренней и внешней политики социально-экономического развития страны, январские события 2022, проблема семейно-бытового насилия, строительства АЭС, эти и другие темы были обсуждены во время интервью с главой государства Касамжумартом Тукаевым, которое он дал главному редактору газеты «Егимен Казахстан» Дихану Камзамбекула. Подробнее в материале сюжета. 2023 год выдался для нашей страны насыщенным на значимые события. Мы подошли к завершению основных политических реформ, начал работу Конституционный суд. По новым правилам прошли выборы депутатов Мажелиса и Масляхатов всех уровней. Впервые состоялись выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжилось проведение выборов глав сёл и городов районного уровня, по итогам которых в прошлом году были избраны около 700 сельских акимов. По словам главы государства, в стране уже приступили к построению справедливой и конкурентной экономической системы. Решаются вопросы диверсификации и демонополизации экономики, обновления инфраструктуры, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций, а также социальные сферы. По всей стране началось строительство школ. В сёлах возводятся медицинские объекты. Внедрён социальный кодекс, нацеленный на комплексную поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата лицам, занятым во вредных условиях труда. Установлена доплата сотрудникам природоохранных служб за риски для жизни и здоровья. Повышены зарплаты медицинских работников, педагогов школ, колледжей, детских садов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда. Принята новая методика определения минимальной заработной платы, учитывающая ключевые экономические показатели, в том числе уровень инфляции. В 2024 году в нашей стране пройдёт ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях. Полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чевствование выдающихся исторических деятелей нашего народа. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого учёного Каныша Сатпаева и столетия прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахамжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в этом году исполнится 800 лет со дня момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В сентябрьском послании мною поставлена задача перейти на новую экономическую модель. В качестве стратегической цели обозначена задача удвоения ВВП к 2029 году. В скором времени состоится расширенное заседание правительства, на котором мы подведём итоги социально-экономического развития и определим тактику дальнейших действий в этом направлении. Прошло ровно два года со дня трагических январьских событий. Контар стал рубежом, открывшим новую эпоху в истории Казахстана. После избрания нового президента в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики. К разработке и реализации реформ активно подключились общественники, гражданские активисты и эксперты. Скажу откровенно, этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Президент страны уделяет особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. Чистая атомная энергия очень важна для Казахстана. Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. У нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Как отметил глава государства, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей. И, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений. Среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС. Это вполне объяснимо. Многие хорошо помнят трагические последствия испытаний на Семиплатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть. Например, стоимость проекта, экологические аспекты. Особое внимание Касымжом Артукаев уделил вопросу закредитованности граждан, так как эта проблема напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы. Президентом был издан указ от 2019 года о сокращении долговой нагрузки граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Тогда в качестве разовой акции были списаны беззалоговые кредиты 500 тысячам человек. Затем в 2023 году вступил в силу закона о банкротстве физических лиц. Это были важные шаги, снизившие остроту вопроса. Для защиты прав заемщиков разработаны поправки в законодательство о кредитовании, которые еще больше ужесточат требования к микрофинансовым организациям, коллекторским агентствам и банкам. Не уехать, не улететь. Вопросы доступности транспортного сообщения в новогодние праздники обсудили сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. Как стало известно, на данный момент аэропорт Астаны работает в штатном режиме. Однако с 29 декабря по 1 января в связи с погодными условиями было задержано 240 рейсов. В результате в предновогодние дни своего рейса ожидали более 4,5 тысяч пассажиров. В непростой ситуации оказались и некоторые автовладельцы. С 28 декабря по 2 января были введены ограничения на 757 участках автодорог республиканского значения. Специальными службами были сопровождены 42 тысячи автотранспортных средств. Для устранения капризов погоды было задействовано 422 единицы техники, свыше 4 тысяч кубических метров песка и 900 тонн соли. Между тем, бесперебойные перевозки были оказаны железнодорожным сообщением, благодаря работе которого с закрытых автодорог было вывезено 10 тысяч человек. Стоит отметить, что в новогодние дни от снега было очищено 13 тысяч километров железнодорожных путей. Новый год, пора изменения. Теперь в мае ученики 5-х, 8-х и 10-х классов будут сдавать экзамен по казахскому языку. Оцениваться будут такие навыки, как аудирование, говорение, чтение и письмо. Вместе с тем в 2024 году внедрят уровни владения казахским языком. Эти и другие изменения смотрите далее в материале нашего корреспондента. С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Республике Казахстан будет увеличен 70 тысяч до 85 тысяч тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы наемных работников до почти 2 миллионов тенге. В первую очередь, как уточнили в Министерстве труда, повышение МСП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МСП, также будут пересматривать заработную плату других категорий служащих с учетом межразрядной системы квалификаций. Кроме того, повышены размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной ставки. Средний размер совокупной пенсии из бюджета составляет более 130 тысяч тенге. А также пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличились с 31 тысячи до 40 тысяч тенге. На рождение четвертого и более ребенка с 217 тысяч до 232 тысяч тенге. Пособие для лиц с инвалидностью первой группы увеличилось с 89 тысяч до 95 тысяч тенге. Вторая группа – 71 тысячи до 76 тысяч тенге. Третья группа – 48 тысяч до 52 тысяч тенге. В наступившем году месячный расчетный показатель составляет 3692 тенге. А также госпошлина за выдачу паспорта гражданина страны объемом 36 страниц составит 29 тысяч 536 тенге. Тогда как государственная пошлина за выдачу детского паспорта до 16 лет в два раза уменьшилась и составила 14 тысяч 768 тенге. Также государственная пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 738 тенге. В Казахстане выросли ставки минимальной заработной платы месячного расчетного показателя и не только. Если в прошлом году размер минимальной заработной платы составлял 70 тысяч тенге, то в нынешнем он вырос до 85 тысяч. Увеличился и месячный расчетный показатель 3692 тенге. Однако вместе с тем с размером минимальной зарплаты выросли и суммы налоговых отчислений. Напомним, с 1 января начался отчетный период для владельцев ИП. В целом предпринимателям необходимо будет сдать три вида отчетов. Это квартальный, полугодовой и годовой. Финансовую отчетность можно будет провести через приложение казахстанских банков, а также с помощью ключа ЭЦП через сайт налогоплательщика или через приложение ЕСАЛЫХ. При возникновении проблем каждый представитель бизнеса сможет получить бесплатную помощь в Палате предпринимателей АТОМИКЕ. Сроки налоговой отчетности по упрощенной декларации с 1 января по 15 февраля. Теперь минимальный взнос для пенсионных отчислений будет составлять 8500. Ранее было 7000. То есть в связи с увеличением минимальной заработной платы и ставка пенсионных платежей тоже увеличилась. Минимальные отчисления, соц. отчисления будут составлять 2975. И минимальные взносы на медстрахование, если ранее было 4900, то сейчас 5950. Если у вас возникнут трудности, консультанты Палаты предпринимателей всегда окажут вам поддержку. В свою очередь специалисты Департамента государственных доходов по Алматинской области напоминают, что с 1 января начался третий этап всеобщего декларирования. Финансовую отчетность в этот раз обязаны сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. В декларации отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество, физлица, недвижимость и транспорт за рубежом, деньги в иностранном банке свыше 1000 МРП, цифровые активы, биткоины и другое. Наличные деньги в пределах 34,5 миллионов тенге, то есть 10 тысяч МРП и прочее. Сдать декларацию нужно до 15 сентября текущего года. Сделать это можно через кабинет налогоплательщика, мобильное приложение ЕСАЛЫ Казамат или через веб-портал электронного правительства. Те, кто не сдаст вовремя декларацию, получат предупреждение. В случае нарушения, невзирая на данное предупреждение, будут уже выписаны штрафы в размере 15-ти месячных расчетных показателей. За новогодние праздники в Кунаеве родилось 11 малышей, среди которых и новорожденный мальчик по имени Ден Мухаммед. Сейчас малыш с мамой находятся в роддоме областного центра. Накануне празднования Нового года в Кунаевском городском перинетальном центре при многопрофильной больнице велась активная работа. В новогодние дни здесь на свет появились более 11 новорожденных. В их числе и малыш по имени Ден Мухаммед. Отметим, что ребенок стал первенцем для своих родителей. Мы живем в этом городе уже много лет, поэтому и выбор имени для нашего мальчика стал символичным, уверяет молодая мама. И у меня, и у ребенка все хорошо. Наш сын появился на свет с весом более 3,5 килограммов. Рост почти 55 сантиметров. Бабушка с дедушкой нашего малыша уже выбрали ему имя – Ден Мухаммед. Я думаю, что они выбрали это имя неспроста. Пусть наш малыш станет таким же великим государственным деятелем и народным любимцем, как Ден Мухаммед Кунаев. Я очень счастлива. Всех с Новым годом! В первый день Нового года на свет появилась и девочка по имени Мирей Бигзат Козе. Вес ребенка составил 3,4 килограмма, рост 54 сантиметра. В перинетальном центре новорожденная со своей мамой находится уже третий день под наблюдением врачей. Состояние матери и малышки удовлетворительное, говорят медики. У меня родилась дочь. Чувствуем себя хорошо. Хочу выразить огромную благодарность врачам, которые помогли моей дочери появиться на свет. Это мой второй ребенок. Дома ее ждет старшая сестра. Всем желаю здоровья, семейного счастья и благополучия. В родильном отделении Кунаевской многопрофильной больницы работают 8 квалифицированных врачей. За плечами каждого из них огромный опыт работы. Ежегодно руководство клиники создаёт условия для повышения уровня их квалификации. Специалисты, в свою очередь, перенимают необходимые знания для оказания качественной медицинской помощи своим пациентам. Я сама акушер-гинеколог и хотела бы поздравить всех с наступившим Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, успехов, большого здоровья для наших мам и наших малышей. Наше родильное отделение является одним из самых лучших отделений Алматинской области. И здесь находится самое лучшее оборудование, которое именно по мировым современным стандартам. И хотелось бы отметить, что в новогоднее время родилось более 10 детей у нас. Отметим, что в первые дни Нового года в стране родилось около 200 детей. Из них 101 мальчиков и 90 девочек. Лидирует по этим показателям Туркестанская область. Там появилось на свет 38 новорождённых. На втором месте город Шымкент 23 младенца. Население Алматы пополнилось 22 новыми гражданами. Ну а столичных жителей стало больше на 10 человек. Рейды по выявлению незаконного распространения пиротехнических средств и изделий проводятся и в Алматинской области. Так, с 25 декабря 2023 года по 3 января 2024 года в соответствии с указанием Министерства внутренних дел ведётся оперативно-профилактическое мероприятие пиротехника. В первый же день проведения рейда было составлено порядка пяти административных протоколов, в том числе на основании статьи 196 Административного кодекса, то есть незаконная торговля товарами или иными предметами. На нарушителей был наложен штраф на общую сумму свыше 430 тысяч тенге. Всего в оперативно-профилактическом мероприятии привлечено свыше 150 правоохранителей. По вышеуказанной информации во всех городских и районных управлениях, а также отделах, были опубликованы видеоматериалы и сообщения в средствах массовой информации. За сегодняшний день полицейскими изъято около 100 единиц несерцифицированной пиротехнической продукции. Настоятельно рекомендуем жителям и гостям области при использовании пиротехники строго соблюдать инструкцию и технику безопасности. Не запускать салюты из рук, не допускать к огню детей и исключить обращения с пиротехникой со стороны людей, находящихся в нетрезвом состоянии. Внезапные рейды по всем местам продажи продолжатся до 3 января следующего года. Новогодние праздники – это не только бесконечная череда зимных забав и корпоративов, но и горячий аппарат для сотрудников полиции и экстренных служб. Пока большинству граждан жгут бенгальские огни и проводят время в кругу семьи за праздничным столом, найдутся те, кто обязательно устроит пьяную драку, нарушит правила безопасности при обращении с пиротехникой или решится на необдуманный шаг с серьезными последствиями. К слову, за минувшие праздничные выходные в Алматинской области правоохранителями зарегистрировано свыше 40 происшествий. Из них одно убийство, одно изнасилование, три факта хулиганства, два случая угона авто, а также совершено порядка семи краж. Кроме того, оперативно-дежурной частью на территории региона зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, погибло 4 человека, еще трое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На сегодня полиции области раскрыто более половины из вышеперечисленных преступлений. Уважаемые жители и гости Алматинской области! С 1 по 2 января текущего года на территории нашей Алматинской области было зарегистрировано более 40 преступлений. Сотрудниками полиции в эти праздничные дни перешли и продолжают работать в усиленном режиме несения службы. Грядет високосный год. Каждый человек относится к данному факту по-разному. Если одни новость воспринимают с некоторой опаской, то другие с наступающим високосным годом связывают самые большие надежды. Свои прогнозы делают также нумерологи и астрологи. Что же ждет нас в год дракона, смотрите в следующем сюжете. Раз в 4 года в календаре появляется дополнительный день, благодаря чему год становится длиннее. Бытует мнение, что в это время стоит ждать неприятностей и всевозможных катастроф. Кроме того, астрологи и нумерологи все же рекомендуют в високосный год не играть в свадьбы, не планировать беременность и по возможности не менять место жительства. В 2024 год сулит человечеству немало испытаний и препятствий. Однако для некоторых людей, возможно, этот год станет периодом взлета в карьере, в личной жизни или в другой сфере. Для каждого это отразится по-разному. Но отмечу, что жениться, выходить замуж, очевидно, по расчету не стоит. Однако не все нумерологи согласны со словами своих коллег. Дина Резабекова из города Уштуби настаивает, что предстоящий год сулит для незамужних девушек удачный брак. По ее словам, этот год благоприятен для начала бизнеса и повышения финансового положения. А дети, родившиеся в високосном году, будут по-особенному умны и талантливы. Считаю заблуждением такие рекомендации, как запрет на создание семьи и планирование детей в 2024 году. С этим мнением я не соглашусь. Напротив, считаю, что в грядущем году у незамужних девушек будет намного больше шансов удачно выйти замуж. Шанс появится как у старых дев, так и у разведенных женщин. Категорически против всех прогнозов выступают религоведы. По мнению теологов и представителей духовенства, по канонам шариата делают предсказания грех. Так как все земные дела людей подвластны только Всевышнему. Суеверия, приметы и плохие предзнаменования в исламе запрещены. Статус человека в религии превыше всего. А это значит, что все, что есть на нашей планете, служит для улучшения судьбы человека. Никакая погода, время года и даже природные явления не влекут за собой влияние на жизнь людей. Повторяю, что ислам запрещает верить в астрологические и нумерологические предсказания. Другими словами, это ширк. Так чего же все-таки ожидать от 2024-го? Опрос жителей Талдыкургана показал, насколько они доверяют астрологическим и нумерологическим предсказаниям. Я не верю, что человек может предсказать свое будущее. Никто не может определить свою судьбу, не планировать детей, не жениться и не выходить замуж. Все это ерунда. Сколько таких высокосных годов мы пережили, и все было хорошо. Так что я не верю. Я не согласна с такими предсказаниями и рекомендациями астрологов. Каждый, кто хочет создать семью, пусть создает. И не стоит верить всяким приметам. У каждого есть свои планы на новый грядущий год. Я не слышал такой закономерности, что нельзя вступать в брак именно в этот год. Одним словом, я не верю в эти предсказания. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖЭТСУ и будьте в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова